В России бывшие заключенные, которых Евгений Пригожин завербовал для участия в войне на территории Украины, стали получать государственные награды. В основном это медаль за отвагу, но известны также случаи награждения осужденных Ордена Мужества. Информацию о награждениях подтверждает экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который недавно рассказал о публичных расстрелах в рядах наемников. По его словам, бывшие заключенные получают не только награды от частной военной компании, но и государственные. Медаль давали за отвагу парню. Некоторых из них награждали Орден Мужества. Ну, это единичные случаи, но были такие. Орден Мужества, который вы сейчас видите, просто так не дают. Его присуждают отважным солдатам и истинным героям. Сами прикремлевские СМИ особо не скрывают факт того, что бывшие заключенные получают награды за участие в войне против Украины. О том, что в России награждают осужденных, стало известно еще в октябре. Тогда медиа, которые связывают с Евгением Пригожиным, обнародовали видео с четырьмя завербованными заключенными, которых награждают медалями за отвагу. Рад вам вручить. Тебе вручается медаль за отвагу. Поздравляю. Дай встал. Держи. Памятный знак ЧВК Вагнер за ранение. По данным издания «Верстка», последним приговором четверо россиян, о которых мы рассказывали, в общей сложности получили 46 лет заключения. Один из них забил кочергой и гантелей мирового судью. Второй до смерти избил пенсионера. Еще двоих осудили за грабежи. Еще один заключенный, который получил награду, это Константин Киселев. Завербованный в ЧВК Вагнер из исправительной колонии строгого режима номер 6. Он получил орден мужества. Киселев отбывал срок за убийство двоих женщин. Пять лет назад его приговорили к 9,5 годам строгого режима. В сентябре Киселева завербовал Пригожин. Позже, по информации некоторых медиа, жена заключенного рассказала о его сокамерниках, что Киселев получил орден и должность командира якобы за то, что он единственный из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела. Со мной все в порядке, все нормально, воюем, никуда не деваемся, задним не даемся. А так жив, не ранен, ничего. Один из 15 остался, короче. Помимо этого, к медали за отвагу, правда посмертно, представлен уроженец Южной Осетии Олег Дзарахохов. Вагнеровец был убит под Бахмутом. До того, как поехать в Донецкую область, наемник отбывал 19-летний срок. До заключения он был известен как киллер Колобок. В пропагандистских СМИ новость о нем подают с заголовками «Под Бахмутом героически погиб боец ЧВК Вагнер с позывным «Ташай». Из экс-заключенного делают бесстрашного солдата». Узнав о возможности отправиться на фронт, сразу же ей воспользовался. На этом история киллера Колобка закончилась. И началась история защитника родины Ташая. Этот так называемый военный, по данным «Зет» каналов, убил шестерых украинских солдат. Погиб в районе Бахмута и Александр Сухов, заключенный одной из колоний Тверской области. По словам родственников, он хотел обрести смысл жизни, поэтому завербовался в ряды наемников Пригожина. Посмертно Сухову присудили не только «Черный крест» — вагнеровский аналог Ордена Мужества, но и государственную медаль за отвагу. Информацию о том, что заключенным выдают награды, подтверждает и сам основатель частной военной компании Евгений Пригожин. В письмах обращениях к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, главе Комитета по обороне Андрею Картопулову, и еще ряду официальных лиц, Пригожин возмущен, что его наемника, награжденного медалью за отвагу, отказываются хоронить на Аллее Славы. Речь идет о Дмитрии Меншикове, бывшем осужденном из Рязани. Пригожин подчеркивает, эту, по его словам, проблему можно решить, лишь приняв закон, который уравняет вагнеровцев, в том числе заключенных с военнослужащими Российской Федерации. Считаю необходимым рассмотреть присвоение статуса ветерана боевых действий сотрудникам ЧВК «Вагнер», принимавшим участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции. Кстати, по меньшей мере одного вагнеровца все-таки похоронили на Аллее Героев. Им стал Игорь Куск, лидер преступной группировки в Татарстане. В 2015 году он получил 23 года строгого режима, но летом отправился на Донбасс в составе ЧВК «Вагнер», погиб под Бахмутом. Теперь же Евгений Пригожин требует, чтобы его наемников, в том числе бывших заключенных, не только хоронили с почестями, но и выдавали им ордена, выплаты и льготы от государства. На данный момент гонорары они получают только от ЧВК «Вагнер». На требования Пригожина уже ответил спикер Российской Госдумы. По мнению Вячеслава Володина, погибших нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК. Если человек погиб, защищая свою страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. Володин добавил, что нормы закона должны распространяться на всех военных, и Комитет по обороне подготовит соответствующее предложение. Учитывая это, вероятнее всего, скоро награждение заключенных в России будет законодательной нормой. Героизацию осужденных некоторые российские медиа уже называют тревожной тенденцией. По данным издания «Кавказский узел», награждение заключенных медалями меняет участие осетинского общества отношение к ним в лучшую сторону. Кроме того, после гибели уже упомянутого Олега Дзарахохова, еще несколько осужденных хотят присоединиться к вагнеровцам. Среди них члены группировки Аслана Гагиева, действовавшей более 10 лет в Северной Осетии. Группировка стала известна после серии громких убийств. Теперь заключенные надеются не только на гонорары и награды за участие в войне, но и на помилование, хотя его, согласно Конституции Российской Федерации, может дать только президент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова